Это Володя полез к голубям попутно. Не можем дозвониться до Канады. Временно недоступен. А вверх этой башни голубиной, голубятия номер один у меня, 9,60 метров, но выше телеграфного столба. И оттуда нет связи. Туда залезешь, связь есть. Вот он сейчас поднимается и попутно берет банку воды. Две банки. 5 литров, 10 литров поднимает. Голубей надо менять, он меняет через день. А голубятня вторая это вот. Там голуби, я их запер. Кошка эту ногу не отрубила ей. Она приходила, сегодня кормили. Володя без полгнула. Сейчас я выйду отсюда. Здесь крапива, ноги жжет. Убираю я ее крапиву, борюсь с ней, но она не сдается. А там был Алеша строят. Строители крышу кроют. Вот Никитин дом. Ну а это самый гостеприимный теперь оказывается Володя Пащенко. О, голуби полетели. О, голуби полетели. Вот Володя там. Уже на последний. Ну, на крышу еще надо залезти. Потом подсчитай, Володя, белых и серых сколько там. Тазик выливают. Новую воду налить. Промыть тазик. Сейчас пришли. А хлеб, ну маленькая, первый раз Наталья тут стряпает с черного. Ну и он такой без поджарка получился. Как бы не хватило жару. Он говорит, давай, выноси и разрезай. Повдоль булки, повдоль кирпича. Это в военных так делают. И сушатся. Повдоль. Не на мелочь, на сухари. И выноси. На улицу воробьи налетели, а здесь разрезала мухи. Ну и сейчас собрались все вместе ребятишки и мух поколотили много. Работа бы и нет. В траву бросай, в траву. Все, давай, лезьте кверху. Сейчас. Все. Затворяет двери. Голубядни. А я стою напротив голубядни. Вышел на улицу. Меньше всего тут закрывается. Ну, а тут видно скворечник. Тут я живу. Полез звонить в Канаду. Что у меня? Кран прыгает? Простите. Во-первых, это далеко. Это всегда так, когда прыгает. А тут еще руки трясутся. Простите, вот тут следует... Связь недоступна, недоступна там. Дозвонился? Готов, что Сергееву не созванивались по словам? Разговаривает, выгое достиг. Каждый раз, когда не берет, залазим наверх, оттуда берет. С Голубятни, то самое высокое место в Потеряевке. Ну, я так думаю. 9,60 крыша. Ну, и так еще на метр поднято. Телефон 10,60. Ой, Голубя, за ними не следишь. Хорошо. Хорошо. Хочу голубей показать. А их там набилось, штук 30, наверное. Там лестницу не поставишь, тут как раз. Сейчас мы узнаем новости какие. Ой, там голубь за стеклом. Голубь за стеклом. Видно, бегает. О, старшит. О, старшит. Лестницу убираем. По ней только подход. И вот, бог милый, тут больше лет 15, я так думаю. Хорьки не могут туда залезть, колонки. Ну, Господь не допускает. А то все уничтожали. А то все уничтожали. Что-то долго разговаривает. Из Канады, Королева. В прошлом 16-м году в лагере у нас был у них сын. Его сзади Константина, жену Мария. И дети Егор, Елисавета и Мария, девочки. Был один Егор. Он его приводил. Привозил сюда и уехал. А потом опять за ним приезжал. Я сейчас пошел узнать. Потому что мой кто-то подделал. Другой лист. Нет, это все переговоры наши целые. В Мэйл.ру. В моем мире. Я заново все это переснял. И теперь можно проследить числа. Все наше. Но вот эти последние слова, что о них нету, непонятно. Володя идет. Он дозвонился. Дозвонился? Да. С кем разговаривал? Марта зовут. А? Марта зовут. Это кто у них? Мария. Или, ну, называлась Марта, я не знаю. Ну, ну. Она сказала, что мы в Москве. И завтра в 6 часов утра прилетаем. То есть не сегодня они должны прилететь, а завтра утром. В 6 часов утра в Барнауль. Мария, а почему задержки? Может, у них действительно связи нету там? Не знаю. И прямо поговорил. Она говорила, что ничего не задерживается. Вот мы прилетаем завтра утром. Написано было, что на 27-е. А сегодня какое? Сегодня 27-е. Разве? Ну, конечно. А, точно 27-е. А не завтра именно. Значит, ошибка была с их стороны. А мы перебрали все варианты. Ну, обман, подделка, кто-то залез. То, что возможно. Бог миловал, мы молились. Ну, слава Богу. Все, слава Богу. И сразу соединился, да? Да, сейчас. Я Настя Дробот позвонил, насчет Ване узнала. Говорит, что там. Я говорю, да вот, оказывается, завтра они приезжают. А она что? Ну, чтобы Ваню отправили. С Сергеем завтра. Вот Марина Сергеева. Батюшка снимает. Батюшка. С Канадой не было связи. Он залез на крышу, на голубяти. И сразу соединились. Число ошибка одна. Завтра они прилетают. Ага, ну, слава Богу. Слава Богу. Сейчас я с Сергеем сообщу. Давай. Только смотри, скажи, по какому? По московскому или по какому? По местному, Анонска. Мир тебе, брат. Я сейчас тут на голубятню Угнатьева сейчас залез, он посоветовал. С ними соединился. Они в Москве, Королёва идти. И они прилетают завтра в Барнову, 6 часов утра. Не сегодня, а завтра именно. Ну, все, брат. Да, в ровно 6. Он в городе-то не мог на голубят. Я еще переспросил, говорю, по местному, по-местному. По Барнаульскому. Ну, надо, конечно, встреть. И сюда привезти. И сюда привезешь. Все, давай, брат, с Богом. Все. Все, да? Да. Так, какая работа-то мне? Сейчас уже 5 часов, уже поздно. Может, никакой нету? Я сегодня там две взял мыть, стирать. Девчонки очень довольны. Они уже там полоскаются, да полоскаются. Я говорю, хоть всю воду не стратить. Ты смотри, чтобы туда в этот бак не лезли, они поганым ведром лезут большим. Каким поганым? От Никиты. Ну, длинное, большое, высокое ведро. А, ну, это да. Которым пол моют. Поставить какое-то ведро, которым черпать. Одно ведро посветить для них. Ну, там же у нас ведро-то есть специально. Ну, возьми, поставь им ведро неприкасаемое. Вот что-то там. Тоже задержка какая-то. Видите, какие маленькие такие у нас, как бы, новости. Там коршунов летают везде. Куси, голуби, пташки. Везде ласточки живут. Прям в бане, в предбаннике, в притворе. В сенках у нас. У синовых только в сенках восемь гнезд. Восемь. А было одно или два. Отношение, как птица чувствует, какое. Ласточка – это неприкасаемая защита. И кошка. У них кошки нету. Ну, поэтому так. Так. Володя, надо звать. Володя! Алло! Володя! Да! Еще лучше.